Игра в кальмары И все о нем благополучно позабыли Но только не наши друзья из Японии Вы же знаете их любовь к ебанутым телешоу Ничего не понимаю Так с игрой кальмара они вообще сошли с ума И сделали точную пародию Ну почти точно Как же я из пушки в ебанник то прилетела Хотел бы я себе такую же базуку Чтобы когда друг тебе на дыре отстойный подарок подарил Можно было бы сразу об этом намекнуть Йоу Максон с днем рождения Вот тебе купон в KFC Или например батя приехал в гости И ушел гулять и есть мороженое С твоей девушкой и твоим другом Потому что без тебя им веселее Сука походу в моей семье меня никто не уважает Представляете как хуево Эта женщина же наверное мать Она приходит домой К ней подбегают дети Мам а чем ты сегодня занималась Ну сынок Мне из пневмопушки ебашили в лицо А не гилетовная пушка Хотя наверное круто работать тем чуваком который стреляет А еще пизжи если они муж и жена Это лучшая работа в мире Лучшая работа в мире Лучшая работа в мире Мне нравится как участники по-настоящему кайфуют от этого Девочки балдею У них по-любому выигрыш в таком шоу это участие в следующем Да вкусь Я наверное даже уверен что для японцев игра в кальмары Теперь типа как для нас КВН В каждом университете есть свой филиал И и там и там постоянно выигрывают казахи Да ты заебал Мне еще очень нравятся вот эти свистульки у них во рту Которые блять на дыхание реагируют И им еще показалось что одной недостаточно Нужно было обязательно две А что уж тогда сразу не полный рот блять А че так можно было что ли Хотя зная этих японцев из жопы там скорее всего тоже что-то посвистывает Писка закончилась пипиской Есть одно знаменитое и устрашающее дыхание И мне кажется с этим звуковым сопровождением оно будет еще более криповым Еще зацените как этот тип отчаянно надеется что девушку сольют На самом деле для меня это был охренеть какой драматичный момент И заметили как я смог обойтись без единой ссылки на сам сериал Да ладно всем похуй ты че Да не было у меня времени его смотреть Я между прочим участвовал кое в чем поприкольней Красный сейчас начнет саботаж Он пропихивает больше геля под зеленый Он видит что он скарится Нет он скатывается сам У всех ведь бывало такое Приготовил вкусно поесть И вот уже почти все готово Но тут как всегда происходит какая-нибудь внештатная форс-мажорная залупонь Представляете как это ему все испортило И теперь приходится оттирать кухню Когда прямо в этот момент остывают пельмени Ну а вообще как такое возможно Как он так встряхнул майонез Если он так встряхивает майонез Боюсь представить как он вытряхивает ковры Вообще зачем встряхивать майонез Что это дает Он думает если встряхнуть майонез Тот проснется и начнет работать Подъем Вон пошел нахуй В целом даже можно поступить еще продуманнее Чем заменить пол на кухне Мари готова иди хавать Максон А че они на полу Да я мазиком просто хочу заправить А там сам знаешь хуй знает как оно пойдет Поэтому аккуратно А еще меня радует какая у него четкая ровная линия получилась Где-то я подобные ровные линии уже встречал Блять да я б такую даже по линейке не вывел Челу можно смело ящик мазика дать И отправить разметку на дорогу наносить Такой талант пропадает Хотя может быть чувак не виноват в том что случилось Может это просто было желание майонеза Поскорее выбраться из упаковки Ну а вы сами представьте жизнь майонеза в холодосе Света нет холодно Конечно оттуда захочется съебаться Правда в этот раз мазик немного перестарался Либо это просто какая-то майонезная шалость Если честно я до сих пор до конца не верю Что это так майонез из пачки стрельнул Пиздиш Короче жалко чувака ну пусть не расстраивается Да мазик на полу говорит о том что ты свинтус Но не забывай что он белый А белый это элекантность А вот в этом видео перед нашими глазами Предстанет российская преступность Как она есть Хотя точнее как она пить Ладно вы сейчас сами все поймете А в Кемерове полицейские задержали грабителя Который скрываясь с места преступления Растерял почти все похищенное 17-летний злоумышленник Отвлек продавца продуктового магазина И похитил с прилавка ящик пива Убегая он выронил несколько бутылок С пенным напитком на дорогу По ним как по цепочке Полицейские пришли к дому подозреваемого Он стал фигурантом уголовного дела И в местах лишения свободы Может провести до 4 лет Я не понимаю зачем вообще воровать ящик пива В магазине же есть куча гораздо более ценных вещей Он бы еще пакетов с кассы напиздил Правда мне даже страшно подумать Сколько их надо вынести Чтоб в нормальный плюс выйти По всей видимости до ограбления Произошел один из этих классических споров На ящик пива Типа А спорим ты не сможешь украсть ящик пива На че спорим? Нууууу На ящик пива Тепис Четко Несмотря на успех этого альпачина нефильтрованного Очень жаль что он еще несколько лет не увидит своего победного ящика Это прескорно Ну либо увидят Только его партнеру придется на каждое свидание носить по бутылочке пиваса в своей жопе Ну че принес? Сука теплое И жалко во всей этой ситуации только прахтолога Которому после всех этих перевозок придется жестко так прихуеть Вообще парню очень не повезло Я не понимаю почему его след первыми не перехватили местные алкаши Наверняка же ведь кто-то из них увидел эту дорожку и такой Что ему помешало забрать пиво? Может существует какой-то негласный кодекс чести алкашей? И я даже знаю с какой заставки он может начинаться Еще меня поражает тот факт что выпавших бутылок хватило ровно до его дома Ну на сколько это должно не повезти? Оборвись они хотя бы метров за 10 все сложилось бы совсем иначе Это самое мы уже здесь наши полномочия все Да даже своруй он не пиво а бананы все тоже закончилось успешно Но блять пиво и ровно до дома Мне кажется квартиру они нашли уже по его слезам Которую он проливал когда увидел что от ящика пива остался тупо ящик Но вообще я хочу верить что чувак вовсе не преступник Он просто хотел своей девушке романтический ужин устроить Тебя сука лошадь ебаная можно поцеловать тебя или нет Но получилось как получилось Жаль конечно этого добряка Для меня самые смешные видосы это на которые хотели снять одно Но в кадр попало абсолютно другое Ну знаете вроде снимали свадьбу а на фоне бомжи трахаются Или снимаете бомжовскую еблю а на фоне какая-то ебучая свадьба Вот это поворот Короче вот этот видос из похожей категории Вот как у нас поводка Вот сидит моя красавица Моя красавица Вот мои два бдюксика бегают Ебать один срет блять Охуенно просто мой Как же четенько он сел посрать Я просто похлопаю Если пересматривать это видео зная концовку То появляется какое-то внутреннее напряжение А если музыку подставить То получится целый фильм ужасов В квартире кстати много животных Так что это еще хорошо что не все трое срут на видео О чем я? Мы в дерьме Мы в дерьме Мне еще нравится как быстро женщина из милого обращения бдюксик перешла на жесткий мат Это знаете такой тип людей у которых нет разгоночного пути Извините молодой человек вы меня без очереди не пропустите Я тороплюсь очень сильно Извините нет я сам тороплюсь Ты что охуел наркоман что ли сука Я тебе в дерьмо по мухам тебе блять На самом деле срущие собаки Всегда меня удивляли Во-первых Как можно срать без телефона в руках Объяснить этот факт действительно невозможно А во-вторых Почему у собак всегда такой вид будто они все понимают И им прям стыдно Это какой-то позор И вообще вместо того чтобы видео снимать Сходил бы и погулял бы с песиком Тупая бабища Блин что-то я сильно разозлился на хозяйку собаки Ну просто мне прям стало жалко майка Не хочется плакать Он же ведь не понимает концепцию видеокамеры И в его глазах хозяйка еще более ебанутая Она разговаривает с прямоугольником Не ожидал пес что это в интернет попадет Камеру вырубай нахуй Я кстати вот что придумал Мы посовещались и решили открыть горячую линию психологической помощи Для всех собак которые попали на видео когда срали Так что если вы собака И вы сталкивались с подобным видом насилия Звоните по номеру на экране Ну что ж дамы и господа Спасибо вам большое за просмотр этого эпизода Плюс 100 500 Ну чё как вам? Заебись или хуё? Если заебись ставим Заебись и пишем в комментах Заебись И конечно же не забываем подписываться на канал Если вы вдруг не подписаны И ебашить в колокольце Чтобы ничего не пропускать Ну а это был плюс 100 500 Впереди вас ждет охуительный музыкальный номер Меня зовут Максим Пока Субтитры создавал DimaTorzok Да как такое возможно? Я все тише и тише делаю блять Казахи Алексей Я Алексей навернякажник Валежник-скряжник блять А спорим ты не сможешь украсть ящик пива? На чё спорим? Да быстрее На чё спорим Готов? Йоу Максон с днём рождения Вот тебе купон в KFC Достань его потом Йоу Максон с днём рождения Вот тебе купон в KFC Йоу Максон Максон А чё они на полу? Молодой человек вы меня не пропустите Я тороплюсь очень сильно Нет извините я сам тороплюсь Ты чё охуел? Он что ли сука блять Эй бизяй Да я их майонезом просто хочу заправить А там сам знаешь хуй знает как оно пойдет Отходи Максон А чё они на полу? Как в видосе Ну почти блять Бляаааа Покажи Подождите Я ещё поснимаю сейчас Подожди Блять нахуя да Блять как в видосе Её